Всем хеллоу, всем приветик. Так, ну что, мои хорошие, день новый. Так, это родительский чат пишут, кто сегодня в колледже не был, у Костяна. Кто был? Вообще, куратор молодец. Каждый день присылают фотографии, заходят в класс на урок, фотографируют и сразу отсылают родительский чат, чтобы родители видели, что дети отсутствуют. Я, конечно, Малеха хотела сказать ваху, но скажу в шоке. И, главное, родители такие странные, знаете, ой, ну вы, наверное, проспали, ой, а что-то там заболел, ой, что-то там устал. Вы учите уже ребенка на профессию. Не знаю, я вот, я такое не понимаю. Конечно, любая может быть ситуация, но заболел, пиздуй больницу. Или хотя бы позвони, предупреди. У нас тоже было за год один раз такая ситуация, но я тут же написала, почему куратор должна искать, звонить, узнавать, расспрашивать. Короче, не о том речь. И я пошла на свой любимый Вал Борис. Короче, пришло мне, наконец-таки, стойка для капсул. Ромке остаток подарка пришел. Прямо сейчас хочу, сейчас проверю все, посмотрю. Мне так хочется ему подарить, так хочется отдать, но у него день рождения в самом конце месяца. Ну, мне так хочется, я не знаю, прям вот, хочу прям взять и убежать и подарить. Ой, господи. Так, что еще? Ну, и все, и в магаз. Как всегда, в магаз. У нас уже, видите, холодно. Я сегодня надела пальте, а? Но оно без подклада такое вот, вот это вот, пыжиковое, мягче вурашки. Ай, мляха-муха, мягче вурашки. Но, одела снуд. Вот прям что-то захотелось сюда. Такой, знаете, леопард. У меня сегодня сексуальное настроение. Ну, это же секси, красный леопард. Вот, сейчас покажу, как нарядилась. Пальто, естественно, короткое. Это, естественно, как еще может быть. Ну, там у меня черная платьица. И вот стумочка подходящая, видите. Мой любимый чемоданчик. Я люблю чемоданчики. У меня их вагон и тележка. В общем, девочки, сейчас буду каждый день демонстрировать аутфит для толстых баб. Ну, для меня. Как всегда. Видите, какой в пальте. Зато как будто бы я там стройная. В общем, все, пошла я. Сейчас я иду в магазин. Потом мне надо еще в одно место по делам зайти. Надо зайти в фикс прайс. А зачем, не помню. Ну, да ладно, по дороге вспомню. Ну, и уже под конец Валборис. Валбориса опять два. На другой конец мне пришел отбеливатель. Очень хороший. Но это по отзывам. Не отбеливатель, а оно как бы пятновыводитель. Отбеливатель. Но мне сказали, что можно белые кроссовки и мыть белые кроссовки. Так вот, пришли две штуки. Вот хочу, надо сходить забрать. Не знаю, щас или Костяна отправить. В общем, все. Пошла я. Все надо в свой бульон. Короче, дело вообще капец. Полдня проходила в патчах. В патчах. Патчи я носила. И когда в патчи были, да, прям кожа такая гладкая, патчи сняла. А все равно старуха. Ну, да ладно, мне же не 18 лет. Адьес. Притащились. Самый дождь. Надо было еще сходить еще туда-сюда. Но уже чесанули домой с Костяном. У меня через пальто даже платье промокло. Представляете, сейчас очки поменяю, я ничего не вижу. Так. Ну что, сейчас покажу, что у вас будет. Вот такая штука. Это на подарок. Показывать не могу, говорить не могу. Потому что Ромка может посмотреть видео. И уже это будет не подарок. Уже неинтересно. Поэтому потом расскажу. Так. Дальше что? Контейнер для капсул. Сейчас Костян там установит. У своей кофемашины. И я потом поближе покажу. Контейнер для капсул. 960, по-моему. Ну, что-то около тысячи. Дальше. Тут капсулы. Кофе пить. Капсулы, блядь, дорогие. 1100. Вот, короче говоря, у Костяна машина. Кофемашина. У нее самые дорогие капсулы. Так. И дальше мое. Мое. Это я себе заказала. Ресницы вот такие шикарные. И клей. Но, а клею в подарок еще ресницы. Тут, посмотрите, какие бомбические. Не знаю, как, конечно, смогу я. Нет. Но думаю, что смогу. И здесь еще от подарка кое-что. Ну, свал, Борис, все. Надо было еще на один сходить. Там у меня пришел отбеливатель, порошок. Но это я уже завтра в дождь не пойду. Значит, Ромкин подарок показывать не могу. Подарок стоит 8600. И там на две. Ну, короче, 1011 вышел подарок. Ну, и плюс денежку. Думаю, нормально. Все. Буду разбирать продукты. Так, ну, сейчас покажу. Надо было купить одно. Купили другое. Ну, как всегда. Никогда никто у нас их не ест, но не по акции. Взяла кукурузные палочки. Дальше. Наггетсы. Давно не брали. Одну всего взяли, потому что Костян сказал, мне вообще не хочет. Потом, значит, он у меня любит вот этот снежный краб. Я взяла две баночки бутербродики мазать. Костян, мы забыли творожный сыр. Дальше. Хохланд. Большую упаковку. Сливочный. Творожный сыр, чтобы бутеры сделать. И забыли купить творожный сыр. Форельку. Дальше что? Помидорчики. Помидорчиков родовых нету. Вообще капец. Так, я себе купила майонез адыгейский. По ценам не знаю. Это 200 с чем-то. Это 119. Этот почти 300. Адыгейский 140 рублей с копейками. Сметана. Около сотни. И творог под сметанку. Дальше. Простой майонез. 100 с лишним рублей. Тоже не знаю почем. Взяла много свеклы. Хочу просто сварить свеклу. Сделать ее с черносливом, с чесноком и с майонезом. Наш любимый батон. Мой. С изюмом и простой. И, ну, естественно, 100% кенийский гринфилд. Я пью только кенийский гринфилд. Вот и все. И это вышло, наверное, 1600 где-то вот так вот. В общем, как-то так. Усё. Никуда не сходили больше, потому что без зонтов и начался дождь. Мне нужно было купить девочкам сухой корм. Ну, ладно, всё, пойду завтра уже. Всё равно мне идти на второй вал, Борис, за порошком. Поэтому он ещё не пришёл, по-моему, порошок. Он только должен завтра прийти. Отбеливать или порошок. Так что, всё. Не могу понять. Не могу придумать. Не хватает фантазии, что сегодня будем готовить. Достала кусок свинины. Утром рано. У нас уже такая. Вот такую чуть подмороженную легче резать. Ну, если, допустим, потушить её с картошкой, то её легче резать на кубичке, вот чем она будет мягкая. Вот я и сижу и думаю, что сегодня приготовить. Иссякла у меня фантазия. Иссякла. Это я тут помыла наше с Константином. Утром он пил кофе. Не хочу грязными руками трогать. Так что, вот, то ли картофанчик с мясом. Куротше. Фантазия иссякла. Девочки, мальчики, что готовите? Так я и не придумала, что готовить. Нарезала, намыла, поставила. Хер знает. Думаю, по ходу пьесы что-нибудь соображу. Ой, мать. Думала, думала. Не придумала. Себе сварю на свининке борщец. А на втором кусочке свининки сделаю Костяну макарошки. Сейчас вот это вот у меня чутка обжарится. Я сюда вываливаю макароны, перемешиваю. Ничего не добавляю, никакой лупы, что Костян не любит. Здесь только мясо и соус карри. И все. И будет ван дер бах. Вуаля. Ужин готов. Три бутербродика вот с этой штучкой. Очень вкусные. Вообще все вот эти мазилочки мы с Костяном ну очень уважаем. Бутербродик жареный, в тостере обязательно. Макарошки в соусе карри. Видите, какой цвет. Со свининкой. И немножко сыра. Вообще огонь. Вот так вот мы сядем сейчас трапезничать. Каждому такая порция. Просто муах. Девочки, мы снова собираемся пить чаек. У нас опять такие же ленивые пирожки. Только в этот раз сыр и ветчина в начинке. Одной рукой неудобно перевернуть, чтобы вам показать. Вот внутри сыр и ветчина. Просто вкуснотише. Девочки, просто прям откусишь палец. Девочки, посмотрите, какие красавчики. Какие красавчики. Ой, мы уже садимся пить чай. А здесь у меня... Оп! А и нету нихера. Это первая партия. Первая партия, которую мы сейчас с удовольствием схаваем. Девочки, мальчики, кто кушает, всем приятного аппетита. Прошло минут 20. Вуаля! Вуаля! Как вкусно! Короче, мы садимся пить чай. Все перемыло. Смотрите, какой гора. Сейчас ставлю Эдику кашу варить собаке. Так, здесь гречка. Сколько-то лапок. И потом буду добавлять ему еще, как закипит, вот такие макарошки. Так, вот так выглядит вот эта штука. Подставка для капсул. Красота. А то у него вот в этих коробках... Ну, ладно, здесь вот коробка подарочная, да? Она как бы красивая. Ну, как красивая? Ну, нахера она на столе? А потом вот кофе продается вот в таких вот коробках. Кстати, вот этот кофе самый дорогой. Вот эти капсулы. Они 10 штук стоят. Ну, 1180, 1150. Ну, плюс-минус 1210 капсул. Представляете? Но зато все натуральный. Прям натуральный. Красота. Мне очень нравится. Вот нисколько мне не жалко, что мы купили вторую кофемашину. Я ночью сижу, бывает, кофеечек себе хлоп, кружечку выпила. Вставать не надо, пустые капсулы выбрасывать не надо. Это такая умная машина. У нее вот здесь отсек, она сама туда их скидывает. Они там копятся штук 10. Потом вытаскиваешь, отсек промываешь, на место ставишь. Красота. В общем, и фирма хорошая, и кофе очень вкусные. Единственный минус, что очень дорогое. А так прям красота. Ну, хороший кофе, он и стоя, не стоит копейки. Так, ладно, бог с ним. Сейчас девочке покажу ресницы. Какие я купила ресницы. Ну, конечно, наверное, девочки, какие ресницы. Можно на Алиэкспресс купить. Но я не люблю Алиэкспресс. Я один раз в своей жизни заказывала. И мне и то не пришло. Поэтому нахер. Они, кстати, вот эти реснички, они уже с клеем. И еще читала в отзывах, что их можно разрезать. И получаются пучочки и пучками. Ну, шикарно. Шикарно. И продавец мне положил бумажечку. Привет. Это Дима Свалбарис. А знаете, что самое ценное для продавца? Это даже не сама покупка, а отзыв. Ну, и тут в таком духе. Так, и вот эти давайте посмотрим. Надо завтра зайти в магазин, купить каких-нибудь дешманских ресниц. Наш подарок для вас. И попробовать на дешманских ресницах, смогу ли я их вообще приклеить. Мне всего лишь один раз сходить. Ой, ну эти малюсенькие, смотрите, какие милые пусики. Ну, может быть, кстати, они будут смотреться хорошо. Эти какие-то пластиковые, а эти вот, ну, волосочки. Эти вот прям хорошие. Прям волосочки. Волосочки, волосочки. А эти как будто бы слегка. Ну, короче говоря, так себе. И клей. Ну, клей, наверное, не буду доставать, чтобы его открывать, чтобы его нет. Да. Чтоб он не засох. В общем, короче. Пойду завтра куплю какие-нибудь реснички. И, так сказать, потренируюсь. Буду учиться их клеить. А, может быть, вообще схожу и наращу. И мороки никакой. В общем, как-то так, девочки. 6D. Ну, эти объемные, очень красивые. Очень. Так, все, девочки. Всем пока. Всем до завтра. Удачки. До свидос.